мы супруга решили что должен быть уголок где мы можем уединиться где мы можем там словно растить детей поэтому летом 14 года мы решили купить дом все лето поездив по всевозможным объектам которые были выставлены на продажу мы не нашли подходящего для нас проекта поэтому решили ну наверное как и все купить участок и строить дом под себя мы разделили на несколько этапов всю эту нашу стройку первый этап это был выбор участка второй этап включал себя выбор проекта дома и расположение данного дома на участке на этот этап мы потратили весь 2015 год мы нашли проект который нам нравился я скажу так но при этом нам надо было изменить расположение комнаты нам нужно было добавить навес для автомобиля и открытую веранду следственно мы данный проект отдали архитектору он его нарисовал но с нашими нюансами третий этап все включал это строительство дома и соответственно выборы бригады при выборе бригады я во-первых проштудировал интернет созвонился со многими строителями и с ними разговаривал о том как они строят из чего они строят что они рекомендуют и так далее и понял что выбор бригады выбор строителя это достаточно важный этап 2015 году когда я начал штудировать интернет я наткнулся на очень хороший портал называется forum house на котором нашел очень много советов и понял что самое главное на этапе планирования предусмотреть все вплоть до каких-то мельчайших деталей и каких-то нюансов я заказал план данного дома соответственно было все спланировано до деталей я понимал сколько у меня будет вентиляционных выходов я понимал где у меня будет располагаться гостиная санузел сколько их будет сколько комнат будет ширина пролета в высоту и так далее трудности особых не было при возведении дома было грамотное планирование и работа именно со своей строительной бригадой мы договорились с ними следующим образом у меня нет возможности приезжать на участок каждый там условно день или через два дня я приезжал только на выходных известно выходные мы определяли фронт работы который они будут выполнять там течение следующей недели они вплоть до деталей мне рассказывали как они это будут делать мы сразу корректировали эти все нюансы соответственно все проговаривали и соответственно этот объем работы они там следующую неделю выполняли на следующей неделе я приезжал я принимал работу которую они сделали там течение прошлой недели и соответственно также разговаривали по поводу следующей соответственно это в будущем позволило мне сэкономить деньги а бригаде сэкономить силы и время потому что они не переделали то что мне условно там не не устраивало или не нравилось при строительстве соответственно мы супруга разделили обязанности я занимался выбором материалов строительством контролировал стройку спруга у меня занималась всеми дизайнерскими элементами то есть она выбирала там цвет кровли цвет фасада ширину высоту по помещениям вот данное разделение нам позволило построить тот дом который вы сейчас видите у данного дома площадь 122 квадратных метра я не хотел ни меньше ни больше почему потому что большой дом надо топить это достаточно большие затраты маленький дом но это маленькие комнаты в которых я думаю что не уютно жить поэтому это супруга определили что примерно у нас площадь должна быть в районе там 120 130 квадратов соответственно архитектору была поставлена задача именно по такой площади соответственно дом получился 9 на 9 с открытой парковкой и открытой террасой изначально я хотел строить на свайно-родспортом фундаменте и когда почитал всевозможные форумы поговорил со строителями я понял что тот грунт который есть на данном участке свайно-родспортовый он подходит но лучше сделать было покрепче так сказал фундамент здесь заглублен на полтора метра то есть на глубину промерзания дальше идет утепление и идет стяжка 20 сантиметров соответственно стяжку сразу предусмотрены все коммуникации и чего строить дом это был самый главный вопрос у нас изначально мы хотели супруга построить из дерева но прав хотелось все-таки такой загородный дом деревянный хотелось чувствовать запах дерева но потом когда я почитал на форум хаусе и послушал много отзывов о дереве я понял что это достаточно капризный материал поэтому с ним но с ним надо постоянно так скажем работать именно постоянно заниматься поэтому мы решили построить каменный дом здесь так скажем все сложно поскольку сейчас очень много материалов на рынке представлены я понял что мне от стен нужен именно их функциональность и именно прочность из всех прочных материалов и увидел что это керамзитобетон он принципе подходил под ну во первых под мой фундамент во вторых мне нравилась его несущая способность пирог стены он стандартный это 20 сантиметровый керамзитобетонный блок далее идет утепление 10 сантиметров фасадный пенопласт и далее идет штукатурка фасадная мокро фасад день рекомендую экономить на трех вещах на фундаменте на кровле и на окнах в процессе строительства строитель мне предлагал стандартный какой-то дешевый такой вариант окон но я решил на этом не экономить заказал наверно на сегодняшний момент самый там широкий профиль это 76 там известной фирмы и принципе не прогадал поскольку жаркую погоду когда заходишь дом он такая прохлада и наоборот когда на улице дождь и так уже холодно доме сохраняется тепло ну и пару слов о кровле поскольку у нас мансардный этаж и у супруги у меня было пожелание сделать именно из мягкой черепицы соответственно мы так и сделали можно также увидеть о том что на крыше есть четыре выхода три выхода это вентиляция потому что но любой дом он должен хорошо вентилироваться и один выход это труба из котельной будет но это газовый котел вот соответственно на этапе планирования и строительства мы из со строителями и с бригады которые будут делать в будущем вентиляции мы это все оговаривали ну планировка дома стандартная она состоит из прихожей по правую руку можно увидеть котельную где будет спрятана и располагаться инженерии по руку будет наверно шкаф поэтому специально предусмотрели здесь данную нишу вот далее это санузел первый санузел 2 на санузел будет на втором этаже левую руку это гостевая к нам принципе приезжает очень много родственников знакомых друзей им принципе будет где остановиться позади лестничный проем где будет располагаться лестница ведущая на второй этаж и самое главное в доме это кухня совмещенная с гостиной такая большая при планировании данного дома мы с супругой сходились в одно мнение о том что в загородном доме должен быть свой камин соответственно мы когда его конструировали мы сразу предусмотрен что в центре дома должен быть камин поэтому мы от основной стены сделали вот такую небольшую стену она около метра двадцати для того чтобы угловой камин здесь хорошо так скажем вписался далее при строительстве данного дома мы специально со строительными предусмотрели что расстояние между лагами здесь будет чуть увеличена для того чтобы труба выходила прям по центру и было это все пожаробезопасно и также на крыше был установлен мастер флэш для того чтобы эта труба выходила и все было в порядке все было нормально сейчас мы находимся на втором этаже это у нас жилая зона соответственно здесь у нас три жилых спальни это большой санузел второй этаж будет много людей маленькая гардеробная небольшая гардеробная и проем под лестницу при строительстве мансардного этажа у нас супруга было основное требование чтобы вот эта вот самая низкая точка те с красавица у нас кровли и стена у нас можно было стоять в полный рост соответственно со строителями была договоренность что высота от самой низкой точки будет там метр семьдесят соответственно это можно сказать очень комфортно здесь находиться стоять и головой не задеваешь несмотря на то что у нас основной материал при строительстве дома был керамзитобетон мы все-таки решили второй этаж сделать полностью из дерева поэтому предусмотрели вот такие вот деревянные конструкции они пока не заполнены нет цели потому что здесь будет проходить вся инженерная коммуникация разводка дальше мы здесь положим звукоизоляцию и закроем это все имитации под груз само строительство мы разделили на три этапа первое это строительство теплого контура то что мы сделали принципе в этом году второе это будет следующий год это будет вся внутренняя отделка ну со всеми коммуникациями и третий этап это будет все ландшафтные работы именно на участке соответственно первый этап мне сейчас обошелся в три миллиона триста двадцать тысяч рублей у меня была очень детальная смета то есть в принципе контролировал там каждую трубу каждую там не знаю блок и там вплоть до кровли все было очень четко спланировать соответственно смета вот такая и в завершении всем зрителям форум хаоса я хотел бы порекомендовать грамотно планируйте это последствия сэкономит ваш бюджет ваши нервы и ваше время и и и и и и и и и